Владимир Васильевич Владимир Васильевич Владимир Васильевич Очень не хочу идти ко дну, что песню написал, и не о дну, про то, как мы когда-то били фрица, про рядового, что на зод валится, а сам не с новым духом про войну. Кричат, что я у них украл лугу, и что-нибудь еще украсть не приму, и небылицу догоняет, небылица не спится мне. Да как же мне не спится, и не соблюсь, я руку протяну, и завещание крестом перечеркну, и сам я не забуду осениться, и песню напишу, и не одну, и в песне той кого-то прокляну. Но в пояс не забуду клониться, всем тем, кто написал, чтобы я не смел ложиться. Пусть чаша горькая, я их не обману. Часто у отца в самом конце большого стихотворения буквально двумя словами самое сокровительное, самое важное. И здесь, я не обману. Почти детская фраза. Взрослые люди, мы обычно говорим, поверьте мне, мы говорим, если хотим усилить эффект, да я клянусь, мы можем так сказать. А у него вот так, я повторюсь, почти по-детски. Я не обману. И дело, конечно, не в том, что так написано, а дело в том, что так и есть. Он в своем творчестве не кривил души, он не лгал. Он знал, что его слушают миллионы людей, он знал, что его верят, он дорожил этим доверием. И, быть может, вот эта его чистота, правдивость, чем, сколько бы она ни стоила, во что бы она ни обходилась ему, это один из ответов на вопрос, а почему он так немысловал в популяренной людьми при жизни, и почему он так много лет прошел без него. А он нужен, его слушают, его поют, о нем спорят, как о живом его иногда убравят. А его уже давно нет. 85 лет. Эту дату заметили все. И было много концертов, телевизионных, родительных программ. Опять же, много спортов, много сплетен, много всякой ерунды и глупостей. Всего много. Но вот за этой датой не все заметили еще очень важную дату, которая случилась в этот же день, исполнилась в этот же день. 25 января 23 года отцу исполнилось 85 лет, и одновременно 42 с половиной года его уход. 42 с половиной года он прожил на этой земле, и теперь его по смерти сравнялось с его жизнью на земле. И теперь уже его по смерти намного длиннее. И все эти 42 с половиной года он оставался в жизни. Он был нужен, был востребован. Многие его песни, когда их слушаешь, такое впечатление, что оно написано вчера, а не 50, не больше лет назад. Наверное, вот из-за этого, из-за того, что это правда, у него есть такая строка. И не единую букву именду. Не единую букву именду. И еще одно стихотворение. Сегодня будут звучать его песни, и священия ему, и стихи. Еще одно стихотворение. Мне кажется, оно тоже отвечает на вопрос, почему эти 42 с половиной года, которые мы живем без него, он все равно очень труден, наверное, остается нужен, необходим. Ах, откуда у меня грубые замашки? Выходя с моего падения, даже не пешком, Меня мама родила В сахарной рубашке, Подпоясала меня Красным кушаком. Так откуда ж у меня Хмурые надпроки, От каких таких причин Белые вихры Мне папаша подарил Бычье здоровье И в голову ж подложил. Не хухры-мухры Начинал мытье свое С сандуновских банья. Вместе с потом Выгонял Слое недобро Будем В смысле Чистоты И образования Тут и голос Должен быть Чисто серебро Пел Приясное тогда Про луга и далее Пел Про красивое Приятное Для всех Всем со мной здоровье Все бы мне прощали. Но не дал Бог голоса Нету Как на грех А запеть Да хочется Только бы не мешали Хоть бы раз Про главное Хоть бы раз И то И кричал Со вскримом Я Любовь Небольшая И никто не может сейчас Правда Никто О самом главном В конце Благослование Запеть Про главное У отца Почти нету Таких Проходных Песен Ну Выписал За мной Практически нет Он Помнил У него была Необновенная Память Он помнил Практически Все что он Написал Вот он Как в компьютере Это держал Он жил С этим Лукомерным Песням Возвращался Спустя годы И менял Что-то в них Переписывал Перебивал Он Даже Не начинал Писать Пока То что он Хотел Донести До людей Не становилось Для него Самым главным Не становилось Для него Просто смыслом Жизни У него Я повторюсь Нету Проходных Песен Они Все Главные И в этом Его Талант Что то что Он видел То что он Находил В жизни Главное Становилось Важным И необходимым Для миллионов Людей Которые Его Слушали Спасибо Вам большое Что вы Пришли Сегодня В этот Главный Зал В стране Спасибо Что для вас И эта дата 85 лет И Сам Высоцкий Значит Так Что вы Пришли Вроника Привели С собой Семь 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 Дороги Высоцкого Конечно Отец Высоцкого В конце Жизни Появилась Возможность Он ездил За границу В детстве В три года Он уехал В эвакуацию За Урал Во время Войны Он много Гастролировал Снимался Но Хотя Его Нет Вот Об этих Дорогах Об этом Об этом Его Желание Быть Не просто Услышанным А Желание Выполнить Какую-то Очень важную Миссию С людьми Желание Вот Об этом Дороге Высоцкого И Я с удовольствием Хочу Представить Вам Участников Сегодняшнего Действия На сцене Образцово-показательный Оркестр Войств Национальной Гвардии Российской Федерации Художественный Руководитель Оркестр Начальник Военно-оркестровой Службы Главный Военный Дирижер Федеральной Службы Войск Национальной Гвардии Российской Федерации Заслуженный Артист России Полковник Николай Медгевич Начальник Оркестра Заслуженный Артист Республики Башкортостан Полковник Азат Шах Мухамедов Заместитель Начальника Оркестра Подполковник Дмитрий Шибаев Я приглашаю К дирижерскому пульту Пульту Дирижер Азат Шах Мухамедов С огромной С огромной радостью Представляю вам человека Которого Конечно Вы все Ждете Своего Близкого Товарища Народный Артист Российской Федерации Александр Домогаров Холода в холода От насиженных мест Нас другие Зовут Города Будь то Минск Будь то Брест Холода Нескроста Нескроста От родных Тополей Нас суровые Манят места Пусть там веселей, неспроста, неспроста. Как нас дома не греет, не хватает всегда. Встреч нам и новых друзей, будто с нами беда, будто с ними теплее. Как бы ни было нам хорошо иногда, возвращаемся мы по домам. Где же наша звезда? Может, здесь, может, там. Где же наша звезда? Может, здесь, может, там. Где же наша звезда? Может, здесь, может, там. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер. Спасибо, что пришли. Действительно, спасибо. Я несколько слов... Несколько минут у вас... Несколько времени у вас займу без протокола. Создавался этот спектакль 9 лет тому назад. Мы работали с группой музыкальной, было 9 музыкантов, 9 человек. И мы строили такой диалог со зрителями. То есть Никита Владимирович, он читал стихи, рассказывал об отце. Иногда те истории, которые никто из нас и не слышал. То, что к нему приходило. Нам, я надеюсь, и сегодня это будет тоже так же. Поскольку мы хотим сохранить диалог с залом. И вот в таком формате мы работаем второй раз. Первый раз мы работали в прошлом году. Сегодня мы работаем на этой сцене, которая требует... Много чего требует отстать. Многое. Это очень ответственно. Просто волнительно. Мы все волнуемся, все переживаем. Но мы пришли, слава Богу. Вот, это все, что я хотел сказать. И знаете, вообще, как говорил Владимир Семенович, я не люблю, когда он на концертах отдыхает. Я люблю, чтобы люди нервничали, думали и работали вместе со мной. Потому что нервничать мы с вами не будем. А вот думать очень хочется, чтобы мы все думали. Следующие три песни. У меня не поворачивается язык сказать песни. Песня... Это песня. Пуплет, 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 пуплет. У Сависовского не бывает. Мы рассказываем. И следующие два произведения, написано в 1969 году. Для кинофильма «Вертикаль», снятая молодым режиссером Станислав Сергеевичем Говорожиным. После выхода этой картины Высоцкий стал именно тем Высоцким, о котором мы знаем. Пришла популярность, пришла узнаваемость. Песни его слушали давно. Но вот он появился на экране, всеобщий любимец. И, если мне не изменяет правиль, в 1969 году проходил такой опрос среди жителей, с кем мы хотели поужинать. Так вот он был на втором месте после Гагарина. Первое назвали Гагарина, а потом, соответственно, с кем мы хотели? С Версоцким. И больше вам скажу, в 2000-е каком-то, не помню, первом или втором году, в ЦИУМ тоже был проведен такой опрос, что кто из XX века, из мужчин, кто вместо первого Гагарина, второй Высоцкий. Прошло много лет после смерти. А теперь по программе. Поскольку у нас диалог. Следующие два произведения – это «Киночень Берзика» и «Песня о друге». Высоцкий был очень внимательным слушателем. И, как рассказывает консультант по альпинизму, они сдали вертолет, должны были выйти на съемочную площадку. И Леонид Елисеев – это вот консультант по альпинизму. Высоцкий спрашивал, как горы, что тянет, что прельщает. И он ему рассказывает случай, который действительно произошел в жизни с Лесеевым. Они шестером сорвались в связках по двое. И он рассказывает, что у меня был в связке человек, который был очень опытный, очень опытный, села Севастьяну, который в момент вот этой трагедии, когда они сорвались, говорит, он что-то засбоил, что-то с ним случилось. Нервы сдали. Я слышал крик, он кричит. А, в принципе, он мог предотвратить эту катастрофу. Надо было просто оттернуть страховочные линии. И, может быть, этой катастрофы не произошло. Никто, слава Богу, не погиб, но шестерка сорвалась. Как они летели по этому ледяному астрону, он долго описывал. Он говорит, никогда не встречал такого внимательного слушателя, как Высоцкий. Он задал ему вопрос только один. А что потом было с Севой? Вот Севой – это второй, который мог бы предотвратить. И Елисеев говорит, он побег через год. Потом съемки, съемочный день. На утро Елисеев подсыпается от слуха дверь, и Высоцкий приносит песню о друге. А теперь пришлось песню о друге. АПЛОДИСМЕНТЫ Это понятно. АПЛОДИСМЕНТЫ Если друг оказался вдруг, И не друг, и не враг, а так. АПЛОДИСМЕНТЫ Если сразу не разберешь, Плохо он или хорош. АПЛОДИСМЕНТЫ Парня в горы тени рискнул, Не бросая одного его, Пусть он в связке с тобой одной, Там поймешь, кто такой. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Положись на него. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И снизу лёд, И сверху Маю смежно Пробить ли вверх Или пробуролить вниз, Конечно, всплыть, И не терять надежды, А там, за дело, В ожиданье виз, Лёд надо мною, Над ланицей тресли, Я весь впаду, Как пахань от сахи, Вернусь к тебе, Как корабли из песни, Всё помня, Даже старые стихи. Мне меньше полвека, Сорок слишком. Я жив. Тобой и Господом храним. Мне есть, что спеть, Представ перед всевышкой. Мне есть, чем Оправдаться перед ней. Это стихотворение многие считают Последним стихотворением Владимира Высоцкого. Это не так. Оно написано в начале мая 80-го года. Ему оставалось еще Два с половиной месяца жизни. Десять недель. И это были очень напряженные, Очень заполненные И делами, и работой, и отдельными. И знаменитые гастроли Театром Таганкова. На Таганке в Польше. Эти гастроли в Польше Ползут до сих пор. До последнего времени Там проводились фестивали Песен Высоцкого. В его день рождения, В день его ухода. Были в эти же вот десять недель, Которые мы оставались, Последний такой гастрольный тур Угл в Калининграде За пять дней дал больше двадцати концертов. Было много работы, Было много дел, Суеты, проблем. Мне рассказывал друг отца, Геннадий Палока, Знаменитый кинорежиссер, Что отец позвонил ему, Он путался то ли 23-го, То ли 24-го июля. То есть буквально за несколько часов До своего ухода из жизни. И спел ему песню В телефон, по телефону. Песню в новую картину, Которую Палока собирался снимать. Эта песня называлась Гимн Школи. И, наверное, справедливо Называть последних стихотворений Именно эту песню. Гимн Школи. Но вот эта, Которая сейчас прозвучала, Это такое итоговое стихотворение. Он не говорит в нем, Как там весенний, До свидания, другу, до свидания. Он не прощается. Но сама интонация, Понятно, что он просто подводит итог своей жизни. И такие слова можно обратить не просто к человеку, Которого ты любишь, Или который любит тебя, Хотя что может быть важнее любви в жизни вообще. Но эти слова можно обратить к человеку, Который, несмотря на всю тяжесть, Не просто поймет, А этому человеку необходимы эти слова. Необходимы вот этот, Эти стихи. И вы знаете, что из стихотворения обращалось Марине Владимировне. И написано уже в Марине, Вот в их последнюю встречу. И хотя там, я повторю, нету, Что вот, меня скоро не будет, Но это было абсолютно ясно. Я услышал эти стихи, Первый раз Марина привезла на 9 дней отца, Привезла эту бумажку, И друг отца сел обдув, прочитал. И все потом долго-долго молчали. Потому что вдруг стало нас абсолютно понятно, Что он-то знал. Это мы все не знали, А он знал, что все. Когда говорят об отце, Мне кажется, обязательно, Особенно все люди говорят, Которые все-таки его помнят, Все-таки с ним общались, Обязательно нужно говорить о людях, Которые были рядом со отцом. Он был очень общительный человек. Меня очень часто спрашивают, А какой-то вот он, Друг или не друг. Вот называйте себя другом. А вот на фотографии, Какой-то это друг по солнцкому или нет. Он многих людей называл своими друзьями. Но, мне кажется, надо вспоминать вот людей, Которые огромную часть жизни своей, Души своей просто отдавали ему, Чтобы ему было чуть легче, Чтобы он прожил подольше. И таких людей много не бывает ни у кого. У него тоже было. Наверное, надо вспоминать о его родителях. Вообще, в дне рождения вспоминают родители. Нина Максимовна Высоцкая и Симон Владимирович Высоцкий, Которые дали ему жизнь, Которые дали ему все, что могли, Когда он был, Когда он никому ждался, Когда он был ребенком. Наверное, можно сказать, Того же Всеволодового друга, Которого Вы знаете. Замечательный актер, Который был просто как младший брат танцор. И очень много пытался, И иногда очень успешно помогал ему преодолевать Различные, Очень непростые ситуации, В которых хотел сам танцовиться. Ну, еще три, Ну, пять, может быть, чего. Ремен, И все. И, конечно, Марина. Конечно, Марина, Потому что она Я жив тобой и Господу. Кому еще? Как ни к ней обращали. В виде слова я точно справедливо. И я хочу прочитать еще одно стихотворение, Освященное Марине. Оно совсем другое. Оно о любви. Оно написано раньше. Оно такое почти хулиганское. И даже некоторые люди были сырое, Недоделанное, Недошлифованное. Хорошее состояние. Вообще, Этим 12 лет не должно было быть, Когда в Москве поползли слухи, Что на Московском кинофестивале У Высоцкого случился роман с Мариной Владей. Все или и не верили, или и говорили, Самое главное, что ну все же закончится, Ничего же не будет. Она уедет во Францию, А он не уездной. Отец был глухим уездной. Он уехал первый раз к Марине, Через пять лет после того, Как они стали мужем и женой. Первый раз его выпустили. Но мало этого, Ей могли не дать въездную визу. Они прощались. Два очень, ну как сказать, Таких вот сильных, известных, Любимых человека прощались. И каждый раз они не знали, Они увидятся еще раз или нет. Потому что этого могло не быть. И тем не менее, Отец не говорил по-французски совсем. Пардон месье. Больше он ничего не знал по-французски, Когда они познакомились с Мариной. Марина русскоговорящая семья. Но не было практики. Никто не понимал, Как они объясняются. И тем не менее, Они были вместе. И она просто иногда Просто физически ее спасала. Иногда давала ему Какой-то новый горизонт. Но сначала она хотела, Чтобы он работал в Голливуде. Она хотела, Она представила его Голливудским продюсером. Кто знает, Прожили он еще немного. Может быть, Все бы получилось. Вот такое стихотворение. Как он так и называется. Марине. Люблю тебя. Сейчас. Не тайно. Напоказ. Не после. И не до в лучах твоих сгораю. Навзрыкали смея. Но я люблю. Сейчас. А в прошлом не хочу. А в будущем не знаю. В прошедшем. В прошедшем. Я любим. Печаль и могил. Все нежное во мне Бескрылет и стреножит. Хотя. Поэт поэтов говорил. Я вас любил. Любовь еще. Быть может. Приду. И в брод, и в плать. К тебе. Хотя безглавь. С цепями на ногах. И с гирями попуду. Ты только по ошибке не заставь. Что после я люблю. Добавил я и буду. Есть горечь в этом буду. Как ни странно. Подделанная подпись. Черноточила. И лаз для отступления про запас. Смертельный яд на самом дне стакана. И словно настоящему пощечину сомненья. В том. Что я люблю. Сейчас. Смотрю французский сон. С обилием времен. Где в будущем не так. А в прошлом по-другому. К позорному столбу я пригвожден. К барьеру вызван я. Языковому. Ах! Разность в языках. Не блажение. Крах. Но выход. Мы с тобой. Поищем. Я поищу. Люблю взгляд. И в сложных временах. И в будущем. И в прошлом. Настоящем. Аплодисменты. Спасибо. И сейчас прозвучит. Одна из. Самых красивых. Самых. мелодичных. Вещей. Который. Вообще. Отец. Когда я написал. У меня много хороших мелодий. Я думаю. Узнаете. С первой же ноты. Угадаете. Вы с первой же ноты. Песня. Песня называется. Лирическая. Песня. 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 Я беру во дворец, где играют свеи. Твой мир колдунами на тысячи лет Укрыт от меня и от света. И думаешь ты, что прекраснее, Чем лес заколдорный этот? Пусть на листьях не будет росы по утру, Пусть луна с небом позволит соли. Все равно я отсюда Тебя соберут в светлый терем С балконом на море. Какой день недели, в котором часу Ты выйдешь ко мне осторожно, Когда я тебя на руках унесу Туда, где найти невозможно. Украину, если кража Тебе по душе зрения Столько сил нас базарит, Заглашайся хотя бы на рай в шалаше, Если тебе с дворцом кто-то занял. Если тебе с дворцом кто-то занял. Если тебе с дворцом кто-то занял. Украина Спасибо. И ну, потому что я сегодня не поеду, Наверное, не пишет лирических песен. Дом Хрустальный тоже посвящен Марине, поэтому Дом Хрустальный, как она, как не лимитическая песня. Если я богат, как царь морской, крикни только мне, плави блесной, мир подводный и народный свой, Не задумываясь, выпляя сну, Дом Хрустальный на горе беремен, сам как грозный, как рост в цепи. Родники мои серебряные, золотые мои россыпи. Родники мои серебряные, золотые мои россыпи. Если беден я, как пес один, и в даму моем шаром кати, Пить поможешь ты мне, Господи, Не позволишь жизнь скомпотить. Дом Хрустальный на горе беремен, сам как грозный, так как рост в цепи. Родники мои серебряные, золотые мои россыпи. Родники мои серебряные, золотые мои россыпи. Не сравнил бы я любуюсь с тобой, Хоть даже не меня расстреливай. Посмотри, как я любуюсь с тобой. Родники мои серебряные, золотые мои россыпи. Родники мои серебряные, золотые мои россыпи. Спасибо. Добрый вечер, дорогие друзья. Спасибо, что пришли. Это будет песня «Я несла свою беду». Я несла свою беду, Повисел ему по леду, Подломился лед в душе, Оборвался, Камнем под воду пошли, А беда хоть ожила, За острые края Задержался. И беда с того дня, Ищет по свету меня, Слухи ходят вместе с ним, С клетоками. А что я не умерла, Знала, О, я этого И еще Перепела С перепелками, И еще Перепела С клетоками. Кто же из них сказал ему, Господин Моему, Только вы для меня Проболтался. И от страсти сам несу, Он отправился за мной, А за ним беда с того дно, У вас пробовал. – Кто же из 답 B noi, А за ним беда с того дно, У вас пробовал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok Дима Торзок 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 У него деда изменилось лицо, и он заглядал ребенка. Она спросила, что случилось, что случилось, он сказал, что умер, и он сказал, что умер на автобус на остановке. Потом он пьян, и у меня подзяли помощь, а у него был сердечный пистолет. И Неваров ушел. 25 июля, 8 лет до. Это первая версия, вторая версия, которая имеет право быть, или сейчас не вспомню фамилию, этой династии цирковых артистов, которые выполняли, до сих пор это один из сложнейших трюков. Трос натянут под 35 градусов около цирка, и канатоходец идет без страховки. 35 – это достаточно серьезный гугл. Я правда не помню, у меня есть такая, что он действительно приехал в цирку, увидел этот люк, он у него такое впечатление произвел, что он написал песню канатоходца. Но хочу сказать вам о другом. Я вначале сказал, давайте думать. Последний куплен, а теперь другой. Из страховки идет. Правой ли он наклон. Он пишет, что на бой упадет, пропадет. Значит, нам нужно пройти четыре четверти пути. А если путь разделить на жизнь, жизнь разделить на путь, то вот четверть, две четверти, три четверти, одну четверть. В этом глубочайший смысл. Итак, канатоходец. Он не пришел ни с Ваньем, ни ростом, Ни за славу, ни за плату На свой необычный момент. Он по жизни шагал над повостом, По карату, по карату, на тянь окну, как нет. Посмотрите, вот он. Из страховки идет чуть правее наклон. Упадет, пропадет чуть левее наклон. Все будет спасти, но то, что посему, очень нужно пройти. Четыре четверти пути. И лучи его шага сбивали И кололи, словно лавры. Труба надрывалась как дверь. И не право его оглушали. Армитавры! Армитавры! Какого вам богатого лет? Посмотрите, вот он. Из страховки идет чуть правее наклон. Упадет, пропадет чуть левее наклон. Все будет спасти. Но то, что посему, очень нужно пройти. Уже три четверти пути. Ах, как жутка, как смело, как мило. Бой за смертью. Три минуты. Разрыв над желанием. И смотря над летели уныло. И лепуты. И лепуты. Четыре четверти. Казалось, ему сбытиться не. Но серый, селося не... Он, без страховки идет, Четыре, наклон. Какой почеток? Он, как будто червоверей наклон. Не зрелый, без страховки. Но спокойно! Его очень нужно пройти, Всего и мельчан терпит пути. Он взглянул сюда славой упрямой. Но хотел быть только первым Такого попробуй умру И попробуй тот первый Он по первым, он по первым Шопот был в другом Закрылся, как погон Без страховки идёт, чуть кролей наклон Чуть левее он в жернове спасти Но забрите, его остаётся пройти И больше четверти пути Закричал дрессировщика зверь Клавил лапами на носилки Но просто приговор и сумел Был растет Или уверен Но вопилки Но вопилки Он пронял до самого лета И сегодня другой Без страховки идёт Тон птичнув под ногой Упадёт, пропадёт Правый левый клон И его не спасти Но зачем-то ему Даже нужно пройти Четыре Четыре День пути Четыре Следующая песня Песня Выдочка Спросите наши души Я Простите, приготовился Вы представляете Какое количество Писем Получил Владимиру Семёновичу? Я вам зачитаю Для того, чтобы понять Какой Энергетикой Обладал Высоцкий Чтобы Чтобы Помогать людям Выжить Читаю Значит Первый Высоцкий пишет Я иногда получил удивительные письма На них обидно не ответить Иногда Письмо даёт тебе новые силы Работать Например, я получил письмо от человека Который был командиром подводной лодки У них протёк реактор в Средиземном море Они уходили с курса По которому проходит много-много пассажир Этих судов Чтобы не загрязнить И не заразить воду Они долго не всплывали Они шли под водой У них возникли проблемы с кислородом Да ещё взрыв Пришлось переборки задравить Всплывали очень быстро Последним лёг в кессонный аппарат Командир лодки У него была кессонная болезнь Это страшные боли Говорят, что это непередаваемые боли Ни с чем не сравнимые В течение двух суток он просил Ставить себе песню Спасите наши души Я же не знаю, почему он её так внимательно слушал Он мне написал, что эта песня Помогла ему выжить и вытерпеть боль Такие письма стимулируют Ты снова очень хочешь работать Спасибо нашей души Георгиевна Попад Георгиевна Попад В воду В нейтральной воде Не можем погоду Клевать на погоду А если накроют локаторы эту злою до нашей беды? Спасите наши души, мы приедем от удушья. Спасите наши души, спешите к нам. Услышьте нас на суше, наш сос, все лучше, глушен. И ужас зарезет души напопадла. Ермутся аоты, но наверх не сметь. Там слева по борту, там справа по борту, там прямо по ходу мешает проходу, рогаторя смерть. А если мы на воле, ведь это наш мир. Скидкнули свои столи, всплывая в мир на поле. А ноги застелит, мы приедем всем берег, сказал командир. Командир, спасите наши души, мы приедем от удушья. Спасите наши души, спешите к нам. Спасите наши души, наш сос, все лучше, глушен. И ужас зарезет души напопадла. Скидкнули свои души, ноги застелившись на могилу. Помоги. Чтобы я не знаю, не знаю, не знаю. И я смею. Движи. Красота. Звезды на рассвете Приказ есть приказ Погибнуть во свете Уж лучше при свете Наш путь не отмечен Нам нечем, нам нечем Но помните нас Подпусти наверх мы Но выхода нет Хоть полный наверх Нактянуты нервы Конец и печалям Концам и началам Вернемся к причалам Заверстай, дождь, дождь Звозите наши души Мы пледем от души Звозите наши души Списите их нам Звозите нас на суше Наш солнце все глушит глушит И ужас резет души напополам Звезите наши души Звезите нас на судьбе Вернемся к нам Спасибо Спасибо. Совершенно особое место в жизни, в творчестве отца занимала война. Военные песни. Многие люди, которые серьезно занимаются его творчеством, говорят о том, что это такая самая важная вершина поэтическая его песня о войне. При том, что когда началась война, ему было три года. И эти песни, которые написал человек, не видевший войну, точнее, видевший ее глазами ребенка, эти песни примели фронтовики. Их было много, они даже занимали какие-то должности. И они приняли эти песни, которые очень сильно отличались от всего, что тогда писалось о войне. И говорили, что да, непонятно как ребенок мог это почувствовать, мог это знать. Но этот парень с гитарой знает о нас и о войне. Правда. Упил его в песнях о войне. Правда. Я прочитаю вам стихотворение. Самое известное стихотворение Владимира Высоцкого. О той войне. О той войне. О той войне. Два не зашло на востоке, Мы не меряем землю шагами. Понапраснув святы деревя, Мы толкаем ее сапогами. От себя, от себя, И от ветра с востока. Пригнулись стовя, Шмется к скалам отара. О, земную мы сдвинули без рычага, Изменив направление удара. Не пугайтесь, когда не на месте закат. Судный день — это сказки для старших. Просто землю вращают, куда захотят. Наши сменные роты на марше. Мы ползем, бугорки обнимаем, Кочки тискаем в зло, не любя. И коленями землю толкаем. От себя, от себя, Здесь никто б не нашел. Даже если б хотел, Руки кверху поднявши, Всем живым. Ощутимая польза от тел, Как прикрытие используем павших. Этот глупый свинец Всех не сразу найдет. Где настигнет в убор или стыло, Кто-то там впереди навалился на дот. И земля на мгновенье застыла, Я следы свои сзади оставил. Мимоходом по мертвым скорбя Шар земной я вращаю локтями. От себя, от себя, от себя, Кто-то стал в полный рост и отвезив поклон. Принял пулю на вдохе, Но на запад, на запад ползет батальон. Чтобы солнце зашло на востоке, Животом по грязи дышим смрадом болот, Но глаза закрываем на запах. Нынче, подиву, солнце нормально идет, Потому что мы рвемся на запад. Руки-ноги на месте или нет ли, Как на свадьбе росу пригубя, Землю тянем зубами за стебли, На себя, под себя, от себя. АПЛОДИСМЕНТЫ Песня «Мария» Песня «Мария» Песня «Мария» Обсидел за столом и на месте моем Неприветливый новый хозяин И фуфойка даем, и хозяина при нем Потому я и псами отдаваем Это значит, пока подогнем Я спешил ни минуты, ни весел О, все вещи к дому переставил моем И по-своему сам перевесел Ходили только под Богом войду Артиллерия нас накрывала Но спертельная рана нашла со спины И из лебель в сердце застрял Я себя в песнице сомни Силу воли призвал на подмогу И извините, товарищи, что замерло По ошибке к чужому породу Если ведь мир, да любовь вам до хлеба на стол Чтоб согластье по ному ходило Но он... Вроде так и положено было Зашидался некрашный Я не хлопнул дерьми, как когда-то Только окна раскрылись, когда я ушел И взглянули мне в свет Кириллова АПЛОДИСМЕНТЫ РАДИСМЕНТЫ КИККИКИ ПОЛИЦИИ КАКУЛ Лучших песен, написанных на нему, не воевавшем отсюда веками, на войне. Он вчера вернулся из брака. Почему все не так? Вроде все как всегда. Тот же лес, тот же воздух. И даже надо. Только Бог не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух. И даже надо. Только Бог не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же правду узнать, Наших сборок, весна и покоя. Мне не стало хватать только сейчас. Тогда Бог не вернулся из боя. Мне не стало хватать только сейчас, Когда он не вернулся из боя. Он молчал не в попах и не в такт под пиво. Он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал. Он с восходом вставал. А вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал. Он с восходом вставал. А вчера не вернулся из боя. Он не вернулся из боя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Он вчера не вернулся из боя Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 И это нормально, и это остается, хотя уже так мало времени прошло, уже все написано, все сказано, и все равно даже в эти дни вокруг его 85-летия появлялись какие-то вещи, ну просто не то, что там пересказывать неохота, но все же про него уже известно, его жизнь изучена очень хорошо, но это неправда, и все равно это остается. Но мне кажется, что да, к чистому грязное не прилипает, и все равно рано или поздно все эти слухи какие-то, которые существовали, если будут еще существовать, они забудутся и останутся, останутся его стихи, останутся. Но вот среди этой лжи, которая сопровождала его, я повторюсь, при жизни и до сих пор, есть вот такая ложь, вот такая, вот хочется возразить, хочется, я думаю, что ее и ему хотелось. И поэтому он написал вот те два стихотворения, которые я сейчас вам прочитаю. Ложь примерно звучит так, ну что вы делаете из него какого-то вот, я не знаю, страдальца, серьезного человека, ну что, у него все было. У него был Мерседес, у него была жена иностранка, он ездил за границу, он работал в лучшем театре, там его снимали в кино, сыграл стадион. Ну да, вот умер раньше, чем он был, не умел с собой справиться, да, вот такой он был везучим, все у него было хорошо, все, и не делайте вы из него вот какую-то такую вот фигуру, какую-то вот страдающую, ну он не был страдальцем, он очень веселый, он радый человек. И он, ну это неправда, что он прожил любую жизнь, он знал и бедность, и потери, и он знал, что такое предательство, он знал запреты. Да, кого-то наказывали жестче, чем, скажем, наказывали его, но его песни выкинули из спектакля или уже из готовых фильмов, его концерты запрещались, он поэт его уровня, большой, серьезный русский поэт, не видел ни одной строчки напечатания, своих строчек напечатания не видел, наверное, такого, просто в истории поэзии, просто нету второго случая такого. И вот есть, вот в этих стихах последних лет, у них есть вот этот мотив, это не обида, это не обида, это желание сказать, что было на самом деле, чем он на самом деле жил, и что на самом деле его волновало. И шептал, спасибо, что живой, я с удивлением стал, искал приметы, что, мол, пройдет, терпи, все ерунда, я даже прорывался в кабинеты, и зарегался больше никогда. Вокруг меня к лягуши голосили, в Париж шмотая, словно мы в тюлень, пора такого выгнать из России, давно пора, видать, начальству лени, судачили продачу и зарплату, мол, денег прорвало, по ночам кую. Я все отдам, берите, без доплат, трехконтакую камеру мою. И мне давали добрые советы, чуть свысока, похлопав по плечу, мои друзья, известные поэты, не стоит рифмовать, кричу, торчу. И лопала во мне терпенье жила, и я за смертью перешел на дым, она давно возле меня кружила, побаивала столько хреботы. Я от суда скрываться не намерен, колью призову, отвечу на вопрос, я до сих пор всю жизнь свою измерил, и худо-бедно отощил свой воз, и знаю я, что лживо, а что свято. Я понял это все-таки давно, мой путь один, всего один, ребята, мне выбора по счастью не дано. Он не был, может это странно прозвучить сейчас здесь, он не был врагом страны своей, он любил свою страну. Он не боролся против, он боролся за. Он был очень позитивный человек, очень веселый, очень позитивный человек, и очень серьезно относящийся к своему предназначению. Мне судьба до последней черты, до колеса, спорит до хреботы, а в ответ не мота. Убеждать и доказывать с пеной у рта, что не то это вовсе не тот, и не та, пусть не в раз. Пусть сперва не поймут ни черта, повторю, даже в образе злого шута, но не стоит предмет. Да и тема не та, суета всех сует, все равно суета. Суета. Я до рвота, ребята, за вас хлопочу. Может, кто-то когда-то поставит свечу? Мне за голый мой нерв, на котором кричу, и веселый манер, на котором шучу. Даже если сулят золотую порчу, или порчу грозят напустить, не хочу. На ослабленном нерве я не засвучу, я уж слове подновлю, подвинчу, подкручу. Лучше я загуляю, запью, заторчу, все, что ночью кропаю, в чаду растопчу. Растопчу лучше голову песня своей, откручу, но не буду скользить, словно пыль, получу. Если все-то не чашка, и спит мне судьба, если музыка с песней не слишком груба, если вдруг докажу даже с пеной у рта, я уйду, но скажу, что не все суета. Когда отца не стало, была Олимпиада, были совершенно невероятные пропады. Его, кто-то говорит, десятки тысяч, кто-то говорит, сотни тысяч людей собрались вокруг театра. И совершенно невероятное, невероятное прощание, без всяких там объявлений, приходите туда-то. Просто пришли и стояли вокруг театра, знали, что внутрь не попасть, они не пройдут. Просто стояли и ждали. И когда наносили гроб из театра, рыжку, гроб, я стоял рядом со стеной театра. И вдруг люди, которые стояли молча, никто там не был, ни криков, ни какой-то рукой, ничего. И вдруг, как вот кто-то сказал, как едино оторвалость, эти люди пошли вот так по театру. И было ощущение, что это хатынка, все, ну, нас сметет сейчас, всех. Но люди подбегали, оказывается, у них была цель, они не сговаривали. Они подбегали к автобусу, который медленно-медленно отъезжал овся, потому что просто живой, живое в горе людей. И бросали под колеса цветы. И мы ехали вот по такой толщине, наверное, ковру из цветов. Совершенно невероятные проводы. И в эти первые дни потом люди посчитали. Оказалось, что было написано больше двух с половиной тысяч поэтических посвящений Высоцкому. Вот в эти дни, в дни, когда с ним прощалась Москва. Две с половиной тысячи. Говорят, подобное было, когда началась война. Не сравнивая масштабы. Но когда люди, которые никогда просто не брались рифмовать, брали карандаш и ручку и писали стихи, мы победим. И вот так же прощались. И среди этих людей были великие наши замечательные современные поэты. И Белла Хладурина, и Андрей Вознесенцев, и Визба. Были замечательные посвящения. И были совсем неумелые люди, которые просто... Просто вот первый раз, вот я прям вот, когда я видел эти, ну, это рукописи, просто видно, что человек, ну, пишет с ошибками, вот, как вот, прям вот, кажется, что ты видишь такую огромную здоровую вот такую вот руку какого-то работяния, который вот пишет. И они несли эти цветы в театр. Была такая стена, никто не рисовал тогда, ничего не писал, просто вот стена у театра между окнами. Клали цветы, лежала гитара, играл на мониторфон, фотографии люди приносили. И вот эти посвящения. И с этого, это было, верно могу брать, после похорон, вот с этого начался музей Высоцкого в Москве. Я его прожил уже 27 лет. Вот с этих народных излияния, ухиаснений в любви человека, который ушел. Две с половиной тысячи. И мы вот так вот с Сашей решили, что пусть прозвучит вот два, на мой взгляд, самых точных, да, наверное, достаточно известных, самых точных, самых каких-то вот правильных посвящений, которые появились вот в то время, посвящения Владимиру Высоцкому. Первое, да, замечательное, сначала это было стихотворение, потом стало песней, я помню, как он это прочитал, тоже тоже у нас на Грузинской, была «Шалыча Буржава» о Володе Высоцком. А Володе Высоцком Говорят, что грешил, что не к сроку свечу за душу. Говорят, что грешил, что не к сроку свечу за душу. Говорят, что не к сроку свечу за душу. Ну а мы вместе с ним посмеемся и вместе поплачем. Пусть прожить нам по склону, охрипшим опытом. Ну а мы вместе с ним посмеемся и вместе поплачем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Тот убил, кто родил, Заплывая свиньей, А тот, кто я и милую, И следит за он силою, Что не претензий к нам. Но как ведется святой Руси, Сколько это не возносит, Его ввысь и живы не вези, Но одела земля. Я приглашаю оговорить сыну Амамину. Дорогие друзья, сейчас прозвучит песня Так дымно, что в зеркале нет Но дроженье, и даже напротив невинно лица. И пары успели устать от круженья, И все-таки я допою до конца Все нужные ноты давно сыграли. Сгорело, погасло, погасло в боках, Минутный порыв, говорим, пропал, Погода. И лучше мне молча выпить в боках, Погода. Не балует солнце погода, И души застыли под коркою льда. И видно, напрасно я жду ледоход, И память не может согреть в холоду. Все нужные ноты давно сыграли, Минутный порыв, говорим, пропал, И лучше мне молча допить в боках, В оркестре. Играют устало, сбиваясь, Замыкается круг, Не порвать мне кольца. Спокойно, мне лучше уйти, Улыбаясь. И все-таки я допою до конца Все нужные ноты давно сыграли, Сгорел, погасло вино в бокале, Тусклее равнодушнее скалом и зеркалом, И лучше мне просто разбить бокал. И лучше мне просто разбить бокал. Пока. Образцовый показательный симфонический оркестр Войск Национальной Гвардии России Под управлением полковника Азата Шахмагаметова. Станислав Сергеевич Говорухин, Он говорил, что у моего отца Бладкая присказка с юности. Если вы утону, ищите меня вверх по течениях. Шутка. Конечно, он не вкладывал в это Какого-то сильно большого смысла, Но на каждой шутке есть, Особенно в его шутках есть. Серьез он был необыкновенно живым. Как вот иногда про маленьких детей говорят, Живой как ртуть. И вот эта энергия жизни, Она была тогда, и она осталась. Она осталась в его текстах, в его ритмах, В его словах, в его улыбке. Он необыкновенно жизненелюбивый человек. Да, он знал, что жизнь очень короткая. Особенно он понимал в конце жизни. Но его это повергало на него ныне. Он не впадал от этого в депрессию. Его это подстегивало. Надо сделать как можно больше успеть. Как можно больше успеть. И вот это вот, я думаю, Вот за это его совершенно невероятное, Какое-то такое абсолютно счастливое отношение к жизни. Его помнят. И это то, что не хватает. И сейчас, и тогда то, что вообще не хватает в жизни. Такого абсолютного какого-то невероятного восторга От этого удивительного дара, Который мы все обладаем от жизни. Это такое короткое стихотворение. Оно тоже одно из последних. Вот оно об этом. Когда я твое отыграю. Чем кончу я на чем не угадать. Но лишь одно, наверное, я знаю. Мне будет не хотеться умирать. Посажив на литую цепь почету. И звенья славы мне не по зубам. Эй, кто стучит в дубовые ворота костяшками По кованым скобам? Ответа нет. Но там стоят, я знаю, Кому не так страшны цепные псы. И вот над изгородью Замечаю знакомый серп отточенной косы. Я перетру серебряный ошейник И золотую цепь перегрызу. Перемахну забор. Порву свребейник. Порву бока. И вымегу. В беразу. Это боевое испытание, потому что это произведение исполняет второй раз в жизни. И, поверьте мне, страшно. Оно было написано в фильме «Земья от Санникова», где в 70-м году Марина, Владя и Высоцкий поженились, а сегодня в 72-м году они должны были вместе сниматься в фильме «Земья от Санникова». И это, наверное, первая заказная песня, которую он написал на заказ для картины. Но сниматься Высоцкого, естественно, Владе не дали. Было срочно вызвано Олег Конститаль, который сыграл Крестовского. И песня в фильм не вошла. Но она одна из немногих произведений, которые нынче судят, когда их берут исполнители. Одна из немногих, когда говорят, а вот какая интерпретация песни. То есть я вижу в ней глубочайший смысл, глубочайший смысл художника. Художника. Я поймете почему. Конец Привередуры. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ногайка, стига, погоняю, что-то воздуху мне мало. Ветер пью, туман глотаю, чую с гибельным восторгом. Пропадаю, пропадаю, чуть помедленнее, чуть помедленнее. Вы тугую не слушайте плеть, но что-то кони мне попались привередливые. Их дождить не успел мне допеть, не успеть. Я коней напою, я куплет допою, хоть немного еще постою на краю. Взгину я, меня пушилкой ураган сметет с ладони. И в садях меня галопом повлекут по снегу утром. Вы на шаг неторопливый, перейдите в айконе. Хоть немного, но продлите путь к последнему приюту. Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее. Вы тугую не слушайте плеть. Ах, ну что-то кони мне попались привередливые. Я коней напою, я куплет допою, хоть немного еще постою на краю. Не успели в гости к Богу, не бывает опозданий. Так что ж там ангелы поют, такими злыми голосами? Или это колокольчик, весь зашелся отрываний? Или я кричу коням, чтоб не несли так быстро сзади? Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее. Вы тугую не слушайте плеть. Ах, ну что кони мне попались привередливые. Ах, ну что коней напою, я куплет допою. Хоть немного еще постою на краю. Я куплет допою, я куплет допою. Хоть немного еще постою на краю. В долю бреваю, то над пропастью, по самому по краю. Я коней своих нагайкаю, стягаю, погоняю. Ох, чтоб воздуху мне мало. Ветер пью, туман глотаю. Чуюсь гимельное место. Пропадаю, пропадаю. Ветер пью, подозрительно. Кvändин июня. КАТОРОВ САЛУЮЩИЕ КОПЛОСОВ АСЕСЬ КАТОРОВ САЛУЮЩИЕ КОПЛОСОВ Харапка, спасибо Вам большое. Вы были поверьезы. А сейчас я приглашаю Здравствуйте, дорогие друзья, подруги А сейчас я приглашаю вас в следующий раз Угодитель оркестра, начальника военной оркестровой службы Заслуженного артиста России Полковника Николая Миткевича Ну вот, замечательно, прошли два часа Вперед! Возьмем! Где твои 17 лет? На большом инфраэтном Где твои 17 лет? На большом инфраэтном Где твой черный пистолет гигида? На большом инфраэтном Мамаре! Где тебе сегодня нет? На большом инфраэтном Помнишь, что творится? Это то Нет, не забываешь ты О нем И я скажу, что Пол жизни потерял То в большом инфраэтном Еще, Мамаре! Где твои 17 лет? Где твои 17 лет? На большом инфраэтном На большом инфраэтном Где твои 17 лет? На большом инфраэтном Где тебя сегодня нет? На большом инфраэтном Ты и виноват Он теперь Стало все по-новой Там Фильм и дверь И все же, где ты не был Где ты не придешь И в них На большом инфраэтном Пройдешь Еще, Мамаре! Где твои 17 лет? На большом инфраэтном Где твои 17 лет? На большом инфраэтном Где твои 17 лет? На большом инфраэтном Где тебя сегодня нет? На большом инфраэтном Где твои 17 лет? На большом инфраэтном Где твои 17 лет? На большом инфраэтном Где твой черный пистолет? На большом инфраэтном Где тебя сегодня нет? Где твои семнадцать лет, я пошёл корректно, в семнадцать лет. Где твой шорный пистолет, я пошёл корректно, где тридцать сегодня нет. Где твои семнадцать лет, я пошёл корректно, где тридцать сегодня нет. Где твой шорный пистолет, я пошёл корректно, где тридцать сегодня нет. Где твой шорный пистолет, я пошёл корректно, где тридцать сегодня нет. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...